Всем добрый день, я предлагаю начать нашу онлайн-встречу. Меня зовут Сокова Галина, я работаю в организации людей с инвалидностью «Роль перспективы». В рамках неинклюзии обычно мы делаем такой формат, что люди без инвалидности могут испытать на себе, как живут и чувствуют себя люди с разными видами инвалидности. Но мы это обычно проводим вживую, очно. Сейчас же данное мероприятие мы проводим онлайн, и это уже третий день инклюзии. И мы рассказываем об разных видах инвалидности и отвечаем на ваши вопросы. И сегодня я расскажу вам об людях с инвалидностью. Это люди маленького роста, люди с хондрофлазией, хондро-дистрофией. Там есть разные названия. В общем говоря, люди маленького роста. Почему они такого роста, с чем это связано? Это из-за мутации гена, которая отвечает за рост и развитие хрящей и костей. В частности, это рук и ног. Само туловище, оно такого же размера, как у человека без инвалидности. Именно укорочены руки и ноги. Ребенок с хондрофлазией может родиться у двух родителей без инвалидности. И в последующем это может иметь наследственный характер, вероятность 50 на 50 по оценке генетика. Почему же я рассказываю об этой видах инвалидности? Потому что я сама человек маленького роста. И в целом мой рост метр сорок. Что касается в общем, то средний рост взрослых мужчин около 133 сантиметров. Средний рост взрослых женщин с хондрофлазией составляет около 125 сантиметров. Помимо этого, признаками данного вида инвалидности может быть увеличенный размер головы, широкий лоб, вдавленная переносица, дополнительная складка у внутреннего века. Также деформированы или, проще говоря, искривлены кость ногью от бедра или голени. Также немного изменено костное строение руки. Мечаются короткие пальцы на руках. Данная инвалидность, она не лечится медикаментозно. Пока только по желанию самого человека с инвалидностью. И это хирургическое вмешательство. В тему установки аппаратов Элизарова. Удлиновляют кости на руках и ногах. Так, я смотрю чатик. И тут вопрос по поводу сложностей. Ну, здесь, наверное, основная сложность, которая заключается, ну, это что-то достать свысока, например, в том же супермаркете, где высокие полки. Особенно это касается, если это товар какой-то хрупкий или тяжелый, там какая-то, например, стеклянная банка с соком или еще что-то. И все находится достаточно высоко. Часто получается так, что рядом нет ни покупателей, ни сотрудников. Я очень радуюсь, когда я вдруг нахожу стульчики специально, на которых раскладывают товар по полкам в магазине. И тогда я могу даже никого не просить, а просто сама достать. Нужно мне товар и выбрать, что нужно. Также бывает такая сложность в магазине, если это, например, какие-то овощи или фрукты, они стоят высоко, ну, они высоко находятся в ящике. И здесь не всегда удобно кого-то просить, помочь, потому что фрукты делают такое, что нужно выбирать. Не все, не всегда добросовестные сотрудники. И, ну, вдруг испорчены или что-то, а человеку все-таки нужно просить время. И здесь вот бывает так сталкивается, что ты просто так смотришь, ладно, я сегодня без груши или еще что-то в этом роде. Также следующая сложность, это может быть с одеждой, но это даже не сложность, а просто приходится сложнее, чем люди без инвалидности, люди, которые высокого роста. Это одежда. Ее приходится подшивать, укорачивать или подбирать. И, конечно же, всю одежду мы покупаем во взрослых магазинах, потому что все-таки пропорции тела у нас, как у человека без инвалидности, с высоким ростом. Только вот приходится обрезать рукава и штанины. По поводу... Раньше еще был такой момент с подбором обуви, потому что вся обувь, она маленьких размеров, она детская, и вся выглядит ярко, яркая, детского рисунка взрослому человеку. Ну, как бы, не всегда хочется ходить в розовых туфликах с единорогом и так далее. Ну, все-таки все можем ходить на работу, на учебу, и здесь это некомфортно, может быть. Но сейчас эта проблема уже практически решена, и детская обувь, детские размеры обуви, они очень похожи на взрослую, и здесь уже меньше проблем. Но хотя тоже сталкиваемся с подбором. Некоторые сталкиваются, потому что у них достаточно широкая стопа. Она хоть и маленького размера, но по ширине это может быть именно большой размер обуви. Ну, там, 36-й, 35-й, я самоношу 32-й, 31-й. Так, я вижу следующий вопрос, с какими сложностями при обучении в школе. Ну, для начала хочу сказать, что я закончила, я училась в обычной общеобразовательной школе, причем сменила несколько школ, и в какой-то момент даже в связи с операциями была на дистанционном обучении. Первоначально я была в... Первый класс я пошла в общеобразовательной школе, и там основная, наверное, сложность, это было то, что могли быть высокие парты, скамейки, и там не доставать немножко неудобно. Ну, причем в первом классе это было... Ну, просто я ногами до полу не доставала, а парты сами нечего-то, ну, низкие, удобно было. А вот уже в старших классах, это там седьмой, восьмой класс, вот здесь вот все стулья высокие, много неудобно сидеть, может нарушаться осанка и так далее, из-за того, что руки тоже короткие. Наверное, основная вот такая сложность была. И также еще была такая небольшая неловкость, скажем так, это когда я отвечала у доски, все доски были вот так, ну, где-то мне по шею висели, это самое низкое, я, получается, всегда писала только снизу, но места не всегда хватало, приходилось там сзади доски или на раскрывающихся панелях. И вот здесь я прям помню, то есть немного было проблематично, но меня к доске редко вызывали, и в этом плане мне повезло. Также основная трудность для меня, именно как для ребенка в тот момент, это были насмешки со стороны учеников других классов, возможно, даже и самих одноклассников, но потом они, конечно, прекращались, ну, потому что уже пошло время, и становится неинтересно ученикам, но на самом деле здесь все зависит от преподавателя, от учителя, потому что мне очень-очень повезло в начальной школе с моим классным руководителем, как я потом узнала, она, благодаря ей вот в классе меня никогда не обижали, никогда не унижали, и даже не было каких-то таких неудобных вопросов, типа, почему ты такая, почему ты маленькая, не было никаких обзывательств в мою сторону, и за это я ей очень благодарна. Потом я перешла в другую школу, и там уже было посложнее, потому что школа была намного больше, класс уже не 8 человек, а 25, и сменился преподаватель, и здесь я уже замкнулась, и снова проходила эту школу, снова новые люди, и всем интересно, и всем нужно что-то сказать, но в итоге тоже все осуществлялось, и в принципе это не мешало. И в итоге мое воспитание родителей, сказали, как бы не обращая внимания, конечно, оно где-то было обидно, но я все равно держалась, то есть не было никаких там, я не плакала, ничего такого, но это не мешало мне продолжать учиться на отлично, и в итоге закончить школу. И даже помню такой момент, что когда училась в начальной школе, одноклассники даже заступались за меня, если вдруг кто-то бежал, но это тоже было очень мило, и я это прям запомнила, и мне было очень приятно. Еще, наверное, была такая тоже проблема, это добраться до школы, а я сама из Курганской области, и там нет доступной среды, по крайней мере на тот момент ее вообще не было, когда я училась в школе, и у нас по городу ездили маршрутки, а маршрутки очень высокие, так как просто мне ступенька, вот самая нижняя, она была практически по поясу, это было очень тяжело забираться в автобус, и поэтому меня в основном в школу привозил папа, привозил и забирал из школы папа. Слышно, да? Да, дорогие коллеги, добрый день, да, извините, у нас тут происходили накладки, технически небольшие, не совсем слышала сначала рассказ нашего уважаемого спикера Галины, но хотелось бы поинтересоваться, вот здесь уже был в чате задан вопрос участниками, да, какие были приспособления, извиняюсь, если придется вам повторить, скажите, Галина, именно приспособления, мы говорим про обучение, да, вот именно в школе или в университете, да, поскольку мне известно, что все-таки вы закончили университет, вот именно там какие-то специальные приспособления нужны были, то есть, может быть, их и не было, да, во время вашего обучения, но вы считаете, что они нужны были. Были такие приспособления или нет? Скажите, пожалуйста. Нет, никаких приспособлений в школе не было, и единственное то, что я помню, вот, чтобы дотянуться до доски, мне как раз в начальных классах подставляли такую длинную лавочку, как из фортзала, вот, и тогда, да, я могла дотянуться и выше написать что-то, а так, наверное, нет, не было. Просто, мне кажется, здесь никаких приспособлений не нужно, нужно просто учитывать, что могут быть люди с инвалидностью и пониже вешать тоску, это всё, что я могу сказать. А так я закончу, по поводу университета, я закончила инклюзивный вуз, и там уже всё, собственно говоря, было оборудовано. Были поручни, в общежитии лифты, общежитие было соединено с учебным корпусом, и также были пандусы, в учебном корпусе были расположены лифты, тактильные плиты, возле лифтов таблички со шрифтом на шрифте Брайля. Вот здесь было, да, всё способно на самом деле. И, в принципе, удобно. Но единственное, что могу сказать, что, несмотря на то, что всё было доступно, среда, и мне как бы вот это доступно, ну, тот уровень, который был в университете, мне он был не нужен, доски всё были так же высок. О чём я могу сказать? Это, наверное, даже не больше как приспособление, как я уже говорила, один из методов лечения, это когда провели несколько операций по удлинению ног с помощью аппарата Лизарова, я стала чуть повыше, благодаря этому, и здесь бытовая жизнь стала немного попроще. Проще добираться до транспорта, проще, легче стало передвигаться даже, что-то доставать, потому что я всё-таки повыше. Даже помните, когда я отвечала на тот, ну, когда я говорила по поводу роста, у женщин, что до метра двадцати, и у мужчин до метра тридцати с чем-то. Вот как раз таки у меня, ну, изначально мой рост мог становиться на метр двадцать, и дальше уже я не росла. Поэтому мы вот приняли решение, что я лягу на операции, и это здорово мне помогает в повседневной жизни. Тогда скажите, так сказать, с высоты уже вашего пройденного пути, я имею в виду обучение, да, в школе и в университете, в принципе, дети с вашим видом инвалидности, да, если у них нет специальных приспособлений, на ваш взгляд, могут ли они обучаться в общеобразовательной школе с остальными детьми и так далее? Да, и более того, я всеми руками и ногами за то, чтобы дети с данной формой инвалидности учились вместе со всеми, учились вместе с детьми без инвалидности и в УЗИ, и в школе, и даже в детском саду, потому что, ну, чтобы было включение в общество, чтобы когда человек взрослеет, у него не было какого-то шока, а также не было какого-то удивления у других людей, потому что дети уже с маленького возраста уже знают о том, что у нас есть люди с инвалидностью, и они учатся быть терпимыми, они понимают, как можно, как не нужно общаться с этим человеком, что и уже потом не удивляются, не тыкают пальцы, ничего такого, поэтому и в том числе саму человеку с инвалидностью, он в первую очередь человек, он в первую очередь ребенок, ему важно общение, ему важно общение со сверстниками, это не значит, что он должен общаться только с другими детьми с инвалидностью, то есть здесь не должно быть никакой преграды, должна быть инклюзия, повторюсь, и в детском саду, и в школах, и в вузах. Хотя также стоит отметить, что у нас в России, особенно в 90-е, мне кажется, есть такая тенденция, когда врачи видят, ну, врачи, социальные работники, видят, что ребенок с инвалидностью, они начинают говорить родителям по поводу того, что там, выражаясь прямыми словами, сдать ребенка в интернат, или еще что-то там, ну, зачем ему там будет сложно, с другими детьми и так далее. Поэтому здесь стоит, мне кажется, изначально включить ребенка со школы. Галина, также скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что никаких специальных приспособлений не было, но, наверное, вы не с детства решили идти в спорт все-таки, да? Вот в качестве уроков физкультуры там какая история была? Там была какая-то индивидуальная программа или ЛФК? Да, вот какая там история у вас была? Изначально я также со всеми занятия были, ну, в начальной школе проходила со всеми, просто были какие-то нормативы, они были поменьше, ну, например, все там бегали 100 метров, ну, грубо говоря, за 37 секунд, я могла и бежать 50 секунд, ну, вот так, на пятерку. Если это, ну, была какая-то игра, то здесь, ну, например, волейболу, то я могла поближе подойти к сетке, чтобы сделать подачу или адресить, ну, или откинуть мяч. Ну, в начальной школе все педагоги, они подстраивались и помогали, и я вместе со всеми ребятами занималась физкультурой. В старшей школе я уже пришла, как раз-таки пришла в другую школу, и там уже были специальные занятия УФК, и это, я помню, был четверг после обеда, мы когда приходили, и там нам давалась такая программа, которую мы выполняли. Но так как у меня особых каких-то противопоказаний не было, и когда у нас менялся потом педагог физкультуры в старшей школе, он тоже начал меня допускать и идти к обычным занятиям физкультуры. Да, то есть, насколько я понимаю, вы учились в общеобразовательных учреждениях, понятно, что, скорее всего, это было неинклюзивно, насколько я понимаю, да, поправьте меня, если я неинклюзивна, да. Что касается университета, там какая история, это тоже университет, и там, как я понимаю, тоже инклюзии никакой не предполагалось. Там как раз-таки был инклюзивный университет, и там часть студентов были люди с инвалидностью, часть без инвалидности. Поэтому, ну, там, говорю, все были пандусы, были поручни, были лифты, общежитие соединено с, как я уже говорила, с учебным корпусом. А, да, и самое главное, что там были большие аудитории, ну, большие проходы и достаточно широкие коридоры. Да, от нашей участницы Анны Котова поступил еще один вопрос. Проявляли ли вам, к вам, преподаватели, излишнюю жалость? Ну, так как я сразу хочу сказать, что вы рассказали, наверное, и про школу, и про университет. И выделяли ли вас в классе среди других учеников? Жалости со стороны учителей и педагогов в УЗИ никакой не было, по крайней мере, я ее не замечала точно. И даже, наверное, наоборот, иногда спрашивали больше, потому что я старалась учиться на 4-5. Вот, и поэтому там, если что-то не подготовилась, то даже попадало больше. Ну, как так? Да, да, да. И среди других учеников учителя меня тоже никак не выделяли. Да, у нас еще вопрос в чате есть от нашего участника Алексея Морозова. Какое у вас законченное высшее образование и был ли выбор связан с особенностями вашей инвалидности? Вот такой интересный вопрос. Пожалуйста. Я закончила бакалавриат по направлению юриспруденции в гражданской правовой педагоге. Что касается выбора профессии, здесь он, наверное, больше связан с мечтой детства. Я помню эти все сериалы, там, тайны следствия, след и так далее. И вот они меня затянули, и я прям хотела быть следователем. Но четко я принялась, по-моему, уже в 11 лет. Хотела быть юристом. Мне вся эта система нравилась. Я хотела быть следователем и адвокатом. Ну и так, наверное, я и выбрала это направление, эту профессию. Единственное, что меня всегда привлекало уголовно-правовое направление, но там есть определенные аспекты. и человек с инвалидностью все-таки на некоторых должностях не может работать, о которых я мечтала, так сказать. Наверное, в целом, юридическое образование на данный момент мне больше помогает в обычной жизни по каким-то личным вопросам. Или родственники обращаются, что-то спрашивают, то вот здесь, да, оно пригодилось. Галина, а вот конкретно если брать не профессию сейчас, а вот именно университет, то есть локацию, место, где вы будете обучаться, да, вы искали, изначально у вас была мысль, что я хочу найти университет, где будут, ну, если не условия, то, ну, вот как раз то, о чем мы говорили, грубо говоря, инклюзивная культура. Или уже вот юрист, вот туда и только туда, или там кто-то порекомендовал, вот тут какая у вас была история с выбором именно? Да, был такой момент, что я хотела поступать изначально в другой ВУЗ, это юридическая академия, сейчас уже университет в Екатеринбурге, но когда у меня были операции, то в какой-то момент мне нужно время на восстановление, потому что после операции я ходила на костылях, я не хотела, ну, как бы, терять год, пока восстановлюсь и так далее, и хотела сразу же начать учиться, поэтому там мы уже задумались о другом ВУЗе, и тут как раз, когда лежала в больнице, девочка, которая была вместе со мной, там ее, точнее, ее мама рассказала моей маме про этот ВУЗ, моя мама уже рассказала мне, первое время, честно говоря, я даже не хотела туда поступать, ну, как бы, не знаю, мне казалось это странным, потому что мне хотелось учиться именно с ребятами без инвалидности, но потом, вот, наверное, перспектива поехать в Москву, узнать для себя новый город, и просто быть в обществе, пересилила, и в итоге я поехала подавать документы в Москву, в этот ВУЗ, и там первое время как раз передвигалась на костлях. Да, спасибо, Галина, за развернутый ответ. Еще такой вопрос касательно вашего увлечения, да, пусть это не основная профессия, но тем не менее, это спортивная, да, жизнь, понятно, что вы уже немножко, видимо, нашим участникам про это рассказали, но хотелось бы задать такой вопрос. Занимаясь и выбрав именно это направление, этот вид спорта, да, все-таки, да, каковы основные причины выбора именно этого спорта? А потом после ответа я задам еще один вопрос касательно этого. Да, я еще не рассказывала, каким видом спорта я занимаюсь. Это пара-пауэрлифтинг, жим, штанги, лежа. И выбрала, потому что, ну, меня просто туда пригласили, позвали, заметили. Я поехала поддержать знакомого на соревнования, и тренер заметил, там, говорит, да, давайте попробуем. Ну, и прям в тот же день я выступила, даже получила второе место, но это были какие-то не такие, не особо серьезные соревнования, вот, но меня уже это захватило в тот момент. Первое время я занималась так больше, как развлечение было, такое, как хобби, и не воспринималась серьезно. Но потом, после небольшого перерыва, я перешла в команду сборной Москвы, и здесь уже начала заниматься серьезно. Вот уже на этот момент полтора года. Ну, тогда, раз еще не было рассказано, пожалуйста, про свои хотя бы минимальные или максимальные успехи, особенно, я знаю, всех наверняка заинтересует информация, сколько же жим штанги лежа, да, сколько же, какой это вес, да, и потом все-таки еще у меня один вопросик будет. Пожалуйста. Я являюсь кандидатом мастера спорта в пауэрлифтинге, в основном весовая категория до 41, до 45 килограмм, и жму я свыше 60 килограмм. Ну, расскажите про какие-нибудь там последние соревнования, чтобы мы понимали уровень, да, и чтобы участники лучше понимали уровень. Пожалуйста. Ну, так как я пока только еще начинающий спортсмен, потому что полтора года – это вообще не срок для такого серьезного вида спорта, и в основном я занималась либо на Москве, ну, начинала я с Московской области, потом на соревнованиях Москвы, и вот была один раз на чемпионате России, и потом на Кубке России, вот в этом году, которые проходили. Ну, это те серьезные соревнования, которые дают двигаться дальше, которые есть возможность продвижения по результатам, и вот на крайних соревнованиях на Кубке России я заняла третье место в своей весовой категории. Спасибо, Галина. Ну, вот долгожданный вопрос, который я очень долго пыталась для вас все-таки сформулировать. Скажите, чувствуете ли вы себя реализованной через этот вид спорта, или это просто вот, знаете, такое хобби-увлечение? Вот захотелось мне отвлечься, да, от основной работы или от законов? Пойду-ка я, да, позанимаюсь каким-нибудь видом спорта. Скажите, пожалуйста. Ну, изначально, да, это было как какое-то просто развлечение, а сейчас это уже я воспринимаю как полноценную работу, ну, и одновременно, наверное, и хобби, потому что это приносит мне еще и удовольствие. Я отвлекаюсь на тренировок, на соревнованиях. Ну, почему еще как работу? Потому что, чтобы попадать на более серьезные соревнования, нужно показывать хороший результат. Чтобы показать хороший результат, нужно упорно работать, то есть тренироваться, работать над собой, над своими навыками в этом данном виде спорте. Также стоит отметить, что спорт сам по себе считается таким скучным, то есть там, ну, потому что здесь человек, и вот он лежит и жмет штангу, все. Какой-то такой борьбы нету. Эта борьба, она немного другая. И здесь главный соперник – это вот штанг, ты и штанга. И здесь либо пожмешь, либо нет. И здесь ответственность в первую очередь перед собой и перед командой. Этот спорт, он… Вообще, в целом, спорт и тренировки, они дисциплинируют человека и делают его более ответственным, что ли. Ну, или иначе, здесь никак. Мне кажется, невозможно по-другому добиться хороших результатов. Потому что встать в 7 метра, и вот почему говорю по ответственности, встать в 7 метра, чтобы ехать на тренировку, когда ты еще можешь несколько часов поспать. Ну, не все могут. Ну, как бы здесь тоже какой-то определенный труд. Да, представим себе ситуацию, что вы готовитесь долго к каким-то очень важным соревнованиям, и вам не хватает чуть-чуть, чтобы занять первое место. И вам дают, допустим, там второе место. Вот для вас эта ситуация – это стимул к дальнейшему развитию, или это такое, знаете, некое огорчение, а не бросить ли все-таки все? Вот для вас конкретно. Мне кажется, лично для меня любое, если можно так сказать, поражение – это толчок вперед. Потому что именно в этот момент хочется исправить ошибки, которые ты допустила, или стать еще сильнее, и поэтому больше тренироваться. И таким образом даже, возможно, какие-то поражения, неудачи, они лишь только подстегивают работать над собой и добиваться лучших результатов, и доказать в первую очередь себе, что я могу лучше. Да, тогда следующий вопрос. Вы вот сказали, что вы закончили высшее образование, бакалавриат по юриспруденции. В связи с чем у меня вопрос? Если вы так много уделяете времени спорту и считаете это практически, как вы сказали, да, еще одной работой, и стремитесь к улучшению результатов, вы сами сказали, что если, да, вы получили не то место, на которое рассчитывали, значит, где-то вы могли просчитаться. Нет ли у вас мечты или, может быть, задумки поступить на второй высший или на магистратуру уже не по юридическому направлению, а именно по направлению спорта, там, институт физкультуры и спорта на тренера, или все-таки юридическое в вас, так сказать, победит? Ну, наверное, что касается юриспруденции, это уже законченная история, но, как говорится, никогда не говори никогда. Тогда я бы хотела, возможно, получить образование по спортивному направлению, а именно магистратуру, но пока все только в планах, потому что, в принципе, интересно, как все работает в теории, не только в практике, пока все я вижу только на практике, по поводу тренера. Ну, пока это было бы здорово, но пока у меня не так много опыта и в целом какой-то, наверное, тренерской мудрости. Так, да, я рассматриваю этот вариант. Мне было бы интересно. Сейчас даже в какой-то момент читаю соответствующую литературу. И следующий вопрос. Вот вы сказали, читаете литературу, можно ли уточнить какую? Потому что у меня в связи с этим есть один вопрос, что у нас фактически нет на сегодня широкого круга тренеров, да, или тех, кто может тренировать, особенно детей с инвалидностью, в принципе, спортсменов с инвалидностью, потому что они есть, но их, во-первых, очень мало, их трудно найти, этих людей. И самое главное, что в основном они приходят из основного вида спорта очень редко, когда это непосредственно люди с инвалидностью. То есть, конечно, такие люди есть, но их мало. Вот меня интересует, какая литература, да, и второй вопрос, вот все-таки, как вы считаете, нужно ли вот тренеру, который будет в дальнейшем, может быть, тренировать людей с инвалидностью, самому, так сказать, ощутить на себе какие-то вещи и прочувствовать, потому что тогда и план занятий, и тренировок, может быть, будет выстраивать легче, потому что вы знаете особенности этого вида инвалидности и так далее. Вот такой у меня сложный вопрос. Ну, для начала я пока просто изучаю разные группы мышц, не могу посоветовать какой-то конкретный учебник. В основном все беру из интернета. Вот. А все остальные вопросы я задаю непосредственно тренеру, все, что касается спорта, все, что касается нагрузок и так далее. И здесь я уже уточняю у него и спрашиваю, если мне что-то вдруг интересно. Вообще мне очень интересно направление на спортивную психологию. Это тоже немаловажно. Что же касается того, что нужно ли быть, пройти какую-то школу тренер перед тем, практическую, грубо говоря, перед тем, как стать тренером. Я считаю, да, тогда ты можешь объяснить уже спортсмену на, ну, грубо говоря, на пальцах, что и как нужно делать, когда ты сам знаешь свои ощущения, ты знаешь, ты знаешь, как может быть тяжело, если и в этот момент можешь даже поддержать спортсмена. Поэтому, да, какая-то база практически должна быть у тренера, мне кажется. Именно в этот момент по-моему доносится качественно и максимально понятная информация до спортсмена, потому что рассказывается и собственный опыт тренера. Активная психология, да, превалирует. Это тоже интересный такой момент. Достаточно, потому что мы знаем, что есть военная психология, да, психология людей, которые поучаствовали в военных действиях и бывает вот еще подразделение спортивной психологии. Это тоже достаточно момент интересный. Замечательно. И, собственно говоря, еще хотелось бы педагогам, которые сегодня все-таки собрались, наверное, что бы вы посоветовали, если к ним приходит в принципе ребенок с инвалидностью, с любым видом инвалидности, будь то на коляске, невидящий или неслышащий, уже не суть важно, да, какие-то основные такие вот моменты, потому что, вот, например, Анна на прошлой нашей встрече, на прошлой неделе, Анна Котова, замечательно, она выделяла такой момент, что не стоит, главное, бояться, да, детишек с инвалидностью, и если что-то не ясно, то можно как-то все-таки спросить человека с инвалидностью, да, или ребенка с инвалидностью, как ему лучше, и так далее, вот вы, может быть, от себя что-то еще посоветуете нашим педагогам, да, какие-то такие очень простые, казалось бы, правила, о которых они, может быть, иногда даже стесняются спросить из своего личного опыта по отношению к детишкам с инвалидностью, если у них такие пришли в класс учиться или уже учатся. Самое главное, мне кажется, просто нужно учителю, педагогу донести до остальных ребят, до одноклассников, что вот, когда у нас, ну, приходит такой ребенок с инвалидностью, что он такой же, как и они, такой же, как все дети, ему хочется играть, дурачиться на переменах, он также учится, он может учиться на тройке, на четверке, на пятерке, может что-то знать или не знать, тогда, мне кажется, дети будут видеть, как относят, ну, вот это отношение и будет лучше. Также самое главное самому преподавателю, учителю относиться к ребенку без жалости, без даже излишней какой-то требовательности, как ко всем, как ко всем детям, потому что дети в первую очередь копируют поведение учителей со взрослых. Главное донести эту информацию, чтобы в итоге ребенок с инвалидностью не сидел там на какой-то первой парке, и все ученики от него разбегались или наоборот жалели, то есть вот объяснить вот эту вот тонкую грань между героем и жалость, чтобы была какая-то золотая середина и такое же отношение как к ребенку без инвалидности. И когда они увидят, как это делают взрослые, тогда они тоже начнут воспринимать ребенка с инвалидностью как равного. Спасибо, Галина. Дорогие участники, пока у кого если есть какие-то вопросы, пишите в чат, хотелось бы подчеркнуть одну важную мысль, особенно те, кто был на прошлой нашей встрече, а я вижу участников, которые присутствовали и на наших прежних встречах, и хотелось бы отметить, что как и Анна Котова и вот сегодня Галина Сокова, они в один голос фактически разными словами утверждают одну очень важную мысль, да, нужно соблюсти грань между жалостью и помощью человеку с инвалидностью по отношению, если мы говорим ученик-учитель, то есть мы сейчас говорим о грани, что учитель не должен проявлять жалость, а мы говорим скорее о помощи или о неком соучастии по отношению к ребенку с инвалидностью, который у них обучается. Вот это очень важный момент. Итак, давайте мы посмотрим наш чат. Вопросы, 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 вопросов вроде бы нету. Спасибо всем, кто сегодня присутствовал на нашей встрече. Галина, если есть какое-нибудь пожелание к нашим участникам, пожалуйста, и мы на такой позитивной ноте с вашей прекрасной замечательной улыбкой и настроением закончим сегодняшнюю встречу. Пожалуйста. Ну, а я, наверное, в заключении могу сказать, что давайте все вместе продвигать инклюзию в жизнь, не только в школы, в университеты и детские сады, и главное уважительно друг к другу относиться. И всем до свидания. Спасибо. Спасибо, да, огромное, прекрасное пожелание, замечательное. Всех ждем буквально через несколько дней, практически на этой неделе. У нас будет еще одна встреча. Приглашение вышлем обязательно чуть-чуть попозже. Вот, и будем рады всех видеть вновь. На этом все. Всем большое спасибо. До свидания. Продолжение следует...